Всем хеллоу, с вами Санчоус. И моё желание одновременно не снимать ТНО и снимать ТНО опять меня привело в The Sun Shining in the World. Ну тот самый японский The New Order, в котором я со слегка поломанного Гиммлера играл. Тем более здесь ещё таки много контентика, помимо зависящего от друга Фадика со всеми последующими. Есть ещё кое-какой прикольный усатый диктаторский пацанчик. Мне кажется, в каждом новом моде, где во Второй Мировой победили тяганутые пацанчики, Советский Союз при таких водных чувствует себя всё лучше и лучше. От ТНОхи с их отдельным независимым национальным государством в каждой деревне. Ещё и с каким-нибудь придурком во главе, у которого есть своя уникальная теория по переустройству мира. ДТВР, где Берия немало терок удерживает, но при этом конкурирует с казахским Власовым и поволжским мрачным ультравизионером Коневым. Ну а тут у Сталина даже парочки каких-нибудь мунтующих генералов, которые пару областей отхватили нет. Прям даже скучно чуть-чуть, ну хоть Джугашвилька доволен. Даже при том, что просравший все полимеры параноик. Жду мод, в котором Адя после победы во Второй мировой просто отдал все территории Советскому Союзу обратно, потому что ну а нах**му это надо. Казалось бы, всё не так уж и говёно у местного Союза, но на самом деле всё довольно-таки говёно. Таки они действительно просерили немало чего. Из-под контрольных территорий остались только среднеазиатско-уралоидно-сибирские е**. Ну и армейка после всех пертурбраций тоже себя не очень замечательно чувствует. Зато нашим безусловным успехом является захоронение социализма в Монголии, при полном проёме в Дальнего Востока и Пошкам. Теперь там шавка Семёнов с болгарским флагом правит, но это исправимо. Эй, чё за козюлька? Ты кто такой, дядя? Ох уж эти туркестанские, эстрадократично-нацистские, свастичные арийцы. А, точно, в Зёрдере он же тоже есть. И что логично, не только он. Пожалуй, только папы Сталина там не хватает. Ой, блин. Теперь его и здесь нет. Да и не пережил того, что просерил самую важную в истории войну, какому-то венскому солевому недохудожнику. Теперь нужен новый победоносный сияющий вождь. Можно даже усатого и из национальных меньшинств, чтоб традицию не менять. Вообще, оказывается, на удивление много. Желающих управлять всем этим беспорядком существует. И 90% из них паранойки-психопаты с маниакальными наклонностями. Типичная, в принципе, ситуация для койковских модов на канале Санчоус. Ивентиков тут, походу, забыли написать. Ну или недоперевели со своего анимешного. Ну ничего, после Гиммлера, в принципе, и не привыкать. Да и так всё, в принципе, понятно. Старый добрый выбор между клизмой и сэндвичем с говном. Кардлайнеры Гагановича, либо реформисты Микояна. Никогда ещё перед Советским Союзом не стоял такой сложный выбор. Армянин или еврей. На самом деле, по итогу, оба пизды получат. Но я, по старой памяти, через ветку Гагановича буду нужных челиков выбивать. Тут механичку важную выстрали. Но пока пофигу, необходимые мне пацанчики в гонку за власть ещё не включились. Разве что можно чуть-чуть добреньких реформистов поунижать. А ещё, что это такое? Раньше здесь этой фигни не было. А, ну это, походу, то, которое вот это. Только теперь уже рабочее. Не понял. А как это так? В сталинском СССР с тотальным контролем экономики, государством и планчиком простепупшин не регулируется. Сколько маней в бюджет теряем? Необходимо срочно из представителей правящей партии сформировать комитет по этому вопросу, который будет заниматься его оптимизацией, контролем и развитием во имя советского народа и всего СССР. Хотя, чё уж там. У большевиков и государственная религия есть. Я так понимаю, светлое коммунистическое будущее. Хотя, учитывая всё происходящее, хоть какое-то будущее было бы неплохо иметь. И вот эти вот законодательные бимбочки, как я понял, можно вот этими вот кнопочками менять. Чё б тогда и не пожмакать. Этих страшных, непонятных, разноцветных циферок из ТНО не добавляют, и спасибо и на этом. Тут, кстати, по-моему, ещё и программу ядерных бимбочек поменяли. Блин, ну вы ебанулись, что ли, все там? Не, ну я, конечно, не против отдельного визуала, но можно и попроще. Ключик, по-моему, прямо с Айрон Кёртона свистнут. И ещё кто-то школьные советские вольтметры с амперметрами сюда обсунул. Нахуя, непонятно. Надеюсь, оно всё хотя бы действительно работает, и разрабчики не нашутили. За израилетян, конечно, приятненько было подарки посылать, а нам всё-таки хочется большего. Во фракционной борьбе можно было бы и за инхивидистов отыграть. Но, честно говоря, ни они, ни хардлайнеры, ни армейка не настолько жёсткие, как обычный советский народ. Тем более, если приводить к власти Берию, это уже слишком будет похоже на ТВР. Эээ, не понял. Монгол, убей монгола. Там полтора коня живёт, откуда у них сил на гражданскую войну взялось. И мне на это даже никак повлиять нельзя. Спасай потом социализм во всяких братских республиках. Блин, я надеюсь, что хотя бы в дальнейшем овентики появятся. Потому что поэтому people support us, хрен, что поймёшь. Какие здесь people и что конкретно они саппортят. Это даже можно за какие-то позитивные подвижки принять. Но это, хе-хе-хе, чуть-чуть не так. Собственно говоря, если вглядываться, то можно понять, что чуть-чуть нестандартный народ в виду имеется. Как же всё непросто с этим советским пауэрстраглом. С одной стороны, массово устраиваем программу релокации для оппозиционеров во Владимирскую область. С обеспечением рабочего места на лесоповале. Или подставкой для швабры. Но при этом всё равно их инфлюенс is very high. Сильнее только хардлайнеры. Народу, как обычно, п*** маслом достался. Ээ? Честно говоря, я тоже не очень понимаю. У меня была заготовлена шутейка про Гагановича, который сейчас должен был победить. Но походу ситуация такая, что не до шуток. Ааа, коммунист рул вилл коллапс. Но это, в принципе, то, что нам надо. Обычный народ в СССР вообще не про большевистский. Он ещё хуже. Во, они уже и райзапнулись. Офигеть, я должен был просериться и не просерился. Чудо какое-то. Обычно происходит наоборот. А вот и они, истинно народные кандидаты. Сформировавшие и возглавившие Единый Народный Фронт. Да-дааа. Вы просили Гумилёва? Вот вам Гумилёв. Конечно, немного в другой вселенной, где Гитлер Советов победил. Но всё же файнали сам евразийцы. Учитывая, сколько их последнее время в хуе-моддинге насрано, удивительно, что я только сейчас до них добрался. Вау! Текстики, наконец-то. А иконки-то какие смачные. Какой же всё-таки секостный мальчик. Интересно это получается. Люди хреново живут, у них хреновая экономика. Даже монголы устроили монголы-рез, только чтобы с нами не союзиться. И что же по итогу простому советскому человеку нужно? Ультрамилитаристический вождь со странной идеологией, который поведёт их к дальнейшим завоеваниям. Ну да, больше проблем у них нет. Хотя вот, кстати, по поддержке войны этого не скажешь. Но мы ещё успеем народец раскачать. А какая же идеологическая иконочка красивая. Не то, что там всякие колхозные неутончённые свастоны. Вот программ мира из епошек не очень, но красоту они умеют навести. О, и нормальные ивенты наконец-то появились. Гумилёв тут не единственный глав евразийчик. Их, про него пасту насрали. Он в тандеме с советским своим преподом из университета страной правит. Чё-то я где-то такое видел. Дум в ряд молодого ультрамилитаристического дерзкого челика, можно даже сказать железный, и его бывшего институтского препода. Обычно такая комедийно-драматичная парочка интересно заканчивает. Первой задачей евразийчиков, это выпуск из гулагов бедных, невинных, политических заключённых, попавших под кровавый сталинский сапог. Добрейшие, ни в чём не запятнавшие себя люди. По типу ультра-националистов. Да, их-то за шо. Можно бы было, в принципе, только их освободить, а остальные пусть и дальше сидят. Нахерки нужны. Удивительно, что тут ещё национал-социалисты не освобождаются. Для полного торжества победа над репрессиями. Но с другой стороны, эти лагеря таки выгодная штучка. Зачем им пустыми простаивать, если столько кандидатов на пополнение есть? Сталину, конечно, евразийчики не сильно симпатизируют, но его методы борьбы с недовольными они уважают. Поэтому с партийцами и НХВДшниками мы поступим как НХВДшники. Но не со всеми. Может, идеологический гумилёв с чекистами на разных краях компаса находится, но методы-то одни и те же. Такая знакомая, эффективная и практически родная репрессивная система под рукой есть. Зачем ломать то, что и так прекрасно работает? Тем более, ребятки, они уже с оружием, просто как каких-нибудь чинушни пересажаешь. Пусть живут и помогают делу строительства Великой Евразии. Походу, я и создатель этого мода мыслям примерно схожим образом. Я вообще шутил, когда говорил, что евразийцы в прямом смысле гулаги будут использовать. Но это вообще не шутка оказалась. Свято место пусто не бывает. Как интересно получилось. Революция против заключения диссидентов в гулаге и всевластие спецслужбистов вроде бы свершилась. А и то, и другое, как было, так и в принципе осталось. Эээ, чуваки, вы чё? Грустно, когда старые друзья, которые всегда были вместе и постоянно помогали друг другу, ссорятся из-за какой-то к**ни. Гебель всего лишь на призывал немного восстать против Гитлера. Это что, повод его вешать? С друзьями так не поступают. Но с другой стороны, приятно, что они там так активненько грызутся. Пусть, какие же сокосные иконочки. Погодите, там что, вместе флаг советский, флаг имперский и флаг республиканский? Их идеи. Вот нам, короче, это самое былое величие легче будет возрождать. Ля, чел Гебельса повесил и прямо вслед за ним отправился. Просто прекрасненько. В Гермашке после этого и кризис случился. А надо бы уже дополнительные дивки готовить. Что? Суслов? Истинный ультра-националистический евразиец. Он там ещё и чё-то замышляет. Но так как все административные чинуши на местах за него, хрен его просто так возьмёшь и расстреляешь. Суслов действительно кайнда сус. А ещё из интересных фракций тут есть нацболы. Вот она, компания для объединения Евразии. Челик со своим институтским преподом, Суслов и нацисты-смехновцы. Мда, interesting shop. Погодите, а зачем нести пассионар? Непонятненько. Ну а так всё готово к великому экскреэксперименту. Ой, как стильненько. Знаете, я тут подумал, у местного СССР вообще добреньких демократических путей нет. Лучшее, что местные жители могут в теории получить, это колбаса от доброго армянского дяди Микояна. В обычной ситуации это какие-то радикальные кровавые политические шизовысерчики, которые ещё дополнительную порцию п*** напрашиваются получить. Сначала у евразийцев суслов, а теперь Сталин какого-то хрена в фокусной ветке делает. С него, пожалуй, и начнём. Тем более промочкой мне ща надо. Так его тоже, получается, в евразийство вписали, по крайней мере, экономически? Не зря там советский флаг на фокусе с их идеями вписали. Какие-то эти ультрамилитаристы уж слишком гибкие. А тут ещё и сбоку веточка есть, оказывается. А на завоевание? Да, на завоевание. Но это пока лучше не трогать. О, заеб***ка. Где вчера начала процесс массового дезорганизованного с... Требенсбраума. Надо бы нам в этой ситуации парочку территориальных подвижек сделать. Угу. Как-то немного забыли разрабчики интернационал вырезать. Которым теперь управляет Евразия. Которая ультранациональна. Вторым участником этого героического союза является народная социалистическая Монголия. Которую уже несколько месяцев как не существует. Странноватый союз. Хотя переименовать его в национал, и ладно, пусть уж будет. Эй, как же я люблю этих чутка радикальненьких ребяток в хаймодинге. У них даже в ветке по спаму заводиков чистки есть. С деиндустриализацией. Кроме сталинизма, оказывается, в евразийство входит еще и анархопримитивизм. Хотя, с другой стороны, логично. Они же затрули на мадика эстетик лайф. Возвращение старых добрых деньков без этих ужасных заводов и городов. Когда можно было просто скакать по степям на коне, есть коня, и сношаться с конем без всяких сложных условностей индустриального общества. Эх, как же я их понимаю. Шось. Опять пассионара куда-то несут. Про что отдельную механику запилили. Короче, всегда на кураже народ надо держать будет. А то эти кретины еще захотят мирной, спокойной и богатой жизни. И не захотят массово за вождя и родину помирать. Ну кому нужен такой убогий народец? Поэтому будем их немного подбешивать в хорошем для евразийца в плане. Хмммм. Но если, скажем так, ультрапатриотам они покажутся слишком мягенькими, их перестанет устраивать степень нашей шизоидности. Они могут даже совершить бунт, блин. Надеюсь, у меня еще будет возможность на это глянуть. Не зря, что тут несколько фракций представили, еще и с Сусловым. Я, конечно, слышал, что в Казершизе есть левые евразийцы. Но они распространились куда дальше, чем я ожидал. Ой, не зря тут до этого почитания экономического гения Сталина было. Вот мы уже и доходим до экспроприации всего того, что можно экспроприировать. Но при этом с субсидированием этнических минорчиков. Ну а если им этого не хватит, то переселить их куда-нибудь целину осваивать. Хотя можно и сделать так, чтобы рыночек порешал. Наверное, его и выберем. Потому что у социалистов есть... Ээээ, социалочка. Хочу ли Винг Стандерс был слать Леворсен. И чтобы в прекрасной Евразии будущего можно было свою кофейню открыть. Тут недавний обновик ста захват Кавказа поменяли. За него теперь надо соперничать с фашистами турками. Думаю, на крайняк проблемы их захватить особо не будет. Тем более же не часть Евразии. Но зря, что льепошки своими кривыми ручками что-то там старались, кодили. Можно и их творение немного обкатать. Тут даже две механики. И таки да, можно милитарий конфликт затригерить. Но это после того, как мы законтачимся с нашими братушками из Северного Кавказа. Так, ну как я понимаю, розовенькие и хорошие это наши друзья, а чёрные... Это те, кто под турками ходит. Стоп, что? И Армения тоже? Мне кажется, они там немного не друзьями должны быть. А, ладно, они вообще всех ненавидят. Правда, опять же, непонятно, чем мы-то их обидели. Ну чё, будем объединяться потихонечку. Как раз-таки ППшку не было куда тратить. А ещё, мне кажется, я и в москвиен должен вторгнуться. Но, по крайней мере, советские челики у меня практически во всех прохождениях сразу ультранационалистических положских немцев атаковали. Блин, какая же всё-таки базированная страна. Жалко, что без фокусов. И что таких хрёвых челиков в союз нельзя взять. И вообще что-либо другое с ними сделать нельзя. Ох уж эти японские скриптоделы. Пока что промки, наверное, таки хватит. Неплохо бы было пропшизо и делами партийными заняться. А то у нас во главе до сих пор надлёдный и объединённый фронт. Чёрт с ним с народом, а кого надо, мы уже объединили. Как бригада лесорубов для гулагов. Если нам и нужно теперь какое-то объединение, то только территориальное. И даже мирно немножко можно, но так, на полшишечки. Ставрополя, Калмыка, Грузины хотели к нам. И остальные тоже захотят. Надо только предъявить им парочку убедительных аргументов в пользу объединения с Евразией. В виде танков на главных площадях их городов. Особенно будет убедительно, если им ещё и сопротивляться нечем. Странно, что на Кавказе также нельзя. Надо какие-то прокси-воины устраивать. Это действительно обязательно доверять осетинам огнестрельное оружие. Но мы ещё в довесок их там нетов пришлём, чтобы они контролировали ситуацию. Чем дольше я играю за евразийчиков, тем больше мне кажется, что это просто совки, которым захотелось флаг покруче. Тогда и неудивительно, что они интернационал до сих пор не расформировали. Гулаги есть, НКВД есть, советская экономика ну тоже отчасти осталась. Так ещё и региональные советы сохраняем. Это не народная революция, а тупо ребрендинг какой-то. Ещё и со своей пионерией и чуть-чуточкой гумилёвской профессиональной шизы. Пассионарный толчок, пассионарный дурачок. В толчке я просто закрывался на крючок и вот все такие вот дела. Помноженное на меритократию. Любят её шипсдики при власти. Типа, кто самый умный, тот обществом и заправляет. Только проблема в том, что самыми умными они считают себя. Что не всегда соответствует действительности. Но кроме них ещё татарские женщины? Которые по меритократичности Гумилёва должны занимать важнейшие посты в нашем государстве. Нихуя себе гендерные квоты у вас тут. Ещё и для национальных меньшинств. Ой, как позитивненько. Евразия всё краснеет и краснеет. Так, кубаноидов с даноидами захватили. Теперь вот этот вот межэтнический пирожок надо делить. Удивительно, что он так долго мирно существует без взаимной резни. Но она уже скоро начнётся и мы в ней кавказцам поможем. Почему эта Армения на сторону Турции перешла? Погодите, это реально? Я был уже готов увидеть армениан-туркиш-трейшн-кемп. Но нет, они кооперируются. У них же уже была одна кооперация в начале 20 века. Такая, что и РЛ они до сих пор скооперироваться не могут. Ой, я только сейчас это заметил. А вы вообще ничего не заметили. Никакого антисемитизма, у вас просто помехи на экране такие. Но я их на всякий случай осужу. Я, честно говоря, не совсем понимаю, чем евразийцам не угодили богоизбранные. Они, конечно, не сверхчеловеки-татарские женщины. И вот именно в этот момент монтажа до меня дошло, что по сути мем с гигачадом это возрождение арийского понятия сверхчеловека. Хммм, сионистское евразийство это то, чего действительно не хватает в хоемодинге. О, че началось. Все-таки такой веселый пирог Эдносов не мог долго без войнушки. Правда, вот дивизии из моего манпувера, из моего оружия они не догадались сделать. А раз уж они такие дурики, эмбы мне самому вторгнутся. Так, наверное, и сделаю, но уже в следующий раз. А ну а пока... Пока... Пока. Пока.